Приветствую всех подписчиков и гостей канала! В стартовом матче отчетного тура испанской премьеры Мадридский Реал добыл минимальную викторию в гостях Одноклубников и Сан-Себастьяна, благодаря голову Гюллера в середине первого тайма. Жирона добыла уверенную победу в гостях у Лос-Пальмоса. В первом тайме команды обменялись неудачными выстрелами из пенальти. Правда, ошибку Артема Добвика тут же исправил Давид Лопес, а во втором тайме Артем уже не промахнулся, закрепив успех своей команды. Выездную победу одержал Ихитафи, довольно убедительно одолев аутсайдера Альмерию, обменявшись соперником голами до перерыва и сломив сопротивление во втором тайме. Самым активным в составе гостей был Маркус Гринвуд, оформивший голевой дубль и отдавший результативную передачу. Мальорка добыла гостевой балл в гостях у Кадиса, сохранившийся очковый отрыв от зоны вылета, которую возглавляет как раз-таки Кадис, чуть сокративший отставание от Сельд и без шансов уступивший на выезде Алавису, пропустив три гола после перерыва. Обменом голами завершилось андалузское дерби между Бетисом и Семилией, что прервало победные серии обеих команд из двух и трех матчей соответственно. Гранада цепляется за теоретические шансы на выживание, разгромив на своем поле Ассуну, забив три безответных мяча. С тем же счетом Вильериал разгромил дома Рая Валийкана благодаря ассистентскому хитрику Алехандро Баенны, подтянувшись к еврокубковой зоне. Чуть скромнее Атлетик в красно-белом дерби переграл Атлетик, закрепившись на четвертой строчке, улечив отрываться соперника до шести очков. В последнем матче тура Барселона одержала волевую победу над Валенсией благодаря хитрику Роберта Ливандовского, при этом проведя весь второй тайм с численным перевесом. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!